И тут что-то пошло не так. По-другому и не скажешь о скандале, который разгорелся в Краснодаре между руководителем благотворительной организации и директором модного барбершопа. Началось с того, что руководитель салона пригласил подопечных организаций на стрижку, а в назначенный день отказался. Аргумент сотрудники будут переживать, когда увидят детей инвалидов. Кто прав, кто виноват, начали выяснять в интернете, закончили на очной ставке. Наша съемочная группа следила за ситуацией с самого начала. Что это, неудачный пиар, ход или глупость, пыталась понять Яна Бузычкина. Стилисты мужского салона поступили не по-мужски, говорят родители 15 детей, которых записали на модную стрижку. Многим пришлось сменить планы и добираться до барбершопа через весь город. Уже в пути узнали о том, что их там не ждут. Конечно, очень неприятно. Это не первый раз, когда действительно сталкиваемся с такой ситуацией, когда говорят, извините, ваш ребенок не такой, как все. Такое бывает в нашей жизни. Мы привыкли бороться с этим, привыкли справляться с этим. С самого момента рождения ребенка, с самого первого шага, первого слова. Потому что у меня даже пятилетний ребенок не понимает, как можно обещать и не сделать. То есть мы так не воспитаны. Естественно, мы развернулись, просто я отвезла его обратно в сад, ни с чем, потратив время, объясняя ребенку ситуацию. Нам не приятно мириться, потому что наши дети абсолютно такие же, как и все. Да, они с особенностями, но это ни о чем не говорит. Пока руководитель благотворительного фонда Лина Скворцова возмущалась в соцсетях, другой герой этой истории, директор барбершопа Бардан Пагасян, в интервью интернет-изданиям по-разному объяснял свой поступок. Мол, ждал детей-сирот, а не инвалидов. И был не готов к особенным клиентам. Да и помещение, по его словам, слишком маленькое для такого количества детей. На следующий день скандал перешел из виртуальной действительности в реальную. В барбершоп нагрянули не только представители благотворительной организации, но и юристы-журналистами. Учная ставка состоялась в стенах салона. Она мне предлагает стричь четыре инвалидов, детей. Четыре. После того, вот, она мне предлагает стричь четырех инвалидных детей 12 часов, если не ошибаюсь, два часа, четыре и пять часа. С родителями? С родителями, как бы, пускай они приедут и так далее. И мои слова, мои слова, как бы, здесь я не отказываюсь. Я сказал, я не готов. Потому что, дорогие друзья, люди, господа, это очень щепетильный момент. И здесь просто так я не смогу взять этих ребят и постричь. Я нахожусь в неком таком шоке от количества лжи, которые я сейчас услышала. То есть это, начиная от того, что мы читали в соцсетях версии, да, то есть Вардана, то есть под одним постом он пишет одну версию, почему они отказали. Потом убирает, пишет вторую версию. Потом убирает, пишет третью. То есть сейчас было то же самое. То есть версий несколько. И так примирение не случилось. Стороны остались при своем мнении. Как мы поняли, пригласить детей с особенностями на стрижку – действительно инициатива директора барбершопа. Как он говорит, хотел сделать доброе дело. Что это – пиар или благотворительность? Понять сложно. Но то, что скандал сыграл ему на руку, понятно по увеличению числа подписчиков в соцсетях. Опытные пиар-менеджеры против пиара на детях-сиротах. Говорят, что малый бизнес часто этим грешит, пытаясь повторить действия крупных компаний. Я считаю, что в пиаре использовать – это неэтично. И если участвуешь в социальной программе, то участвуешь именно по реализации этой программы. То есть, если ты делаешь шаг навстречу помощи, то и делай это помощь, а не в рамках пиара своей компании. Извинения от Вардана Погосяна все же прозвучали. Друзья, я лично извиняюсь перед этими людьми. Я лично извиняюсь. Если как-то я обидел, я не хотел их обидеть. Я не против, я буду их стричь, я готов их стричь. Тем не менее, в благотворительной организации решили прекратить все отношения с модным салоном. Подстричь ребят уже готовы в двух других барбершопах. Видимо, там мастера оказались более человечными. Яна Бузычкина, Николай Цедрик и Александр Сенников. Телекомпания «Краснодар».